АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Для того, чтобы вы ко мне привыкли, и чтобы ваши вопросы уже были окончательно сформулированы, я сообщу вам некоторые выходные данные мои. Их оглашают обычно, когда человек поступает на работу. АПЛОДИСМЕНТЫ Я родился 17 августа 1935 года в Саратове, в семье врачей, которые, по сути дела, были, так сказать, интеллигенцией в первом поколении, советской интеллигенцией. По отцовской линии я из пролетариев, по материнской линии я из землевладельцев. Довольно крупных. В 1953 году я окончил среднюю 18-ю мужскую школу в городе Саратов. И поехал искать счастье в Москву. Поступил в театральный вуз, школу-студию МХАТ, которую я окончил в 1957 году. Будучи еще студентом, принял участие в таком новом театральном деле во главе с Олегом Николаевичем Ефремовым, которая впоследствии преобразовалась в нынешний театр «Современник». Работал в этом театре в качестве актера. В 1970 году после ухода Олега Николаевича Ефремова в МХАТ решил стать директором этого театра. И стал. В 1976 году, поняв, что мои представления о том, как должен дальше двигаться, развиваться театр «Современник», и представления об этом же моих коллег-сподвижников, я бы сказал, являются разнонаправленными векторами, я решил перестать быть директором. И перестал. Где-то в 1983 году, получив достаточно серьезный удар от театра, в котором я проработал к тому времени уже 18 лет. По приглашению Олега Николаевича Ефремова я перешел в Московский художественный театр. Работал актером, затем 15 лет работал ректором школы-студии МХАТ, обучил в общей сложности 7 студий, включая латвийскую. Случилась беда в 2000 году, умер Олег Николаевич Ефремов, и не слишком много мне давали времени на раздумья, и не надо было как-то, так сказать, дом горящий тушить. Я стал руководить художественным театром. Чем и занимаюсь более или менее успешно, вплоть вот до нашей с вами встречи. Женат вторым браком. Имею четверо детей и четверо внуков. Моя младшая дочь младше моей младшей внучки на полтора месяца. Вот и все. Больше ни в чем не замечен. Это я по сценарию. А можно тогда по сценарию я вам задам вопрос? Верите ли вы в «Голос судьбы»? Поясню. Когда вы были еще студентом школы-студии МХАТ, наш замечательный актер и режиссер Михаил Яншин пригласил вас на роль князя Мышкина в спектакле «Идиот». Казалось бы, о такой удаче может только мечтать начинающий актер, а вы отказались и ушли в современник. Вот что это было? Ваше чутье, интуиция или какой-то расчет? Я в судьбу верю, в расчеты не очень. Скорее верю в интуицию. Она меня, в общем, никогда не подводила. Ну, разве что в частных проявлениях во взаимоотношениях с людьми или в оценке людей. Что же касается вот того случая, о котором вы вспомнили, то я не думаю, что тут был какой-то расчет. Тут было, как бы сказать, захлебывающаяся радость юности, которой предоставляют шанс совершить нечто нравственное. Ну, как по ночам и ночью премьеру играли. Как же я мог это бросить-то? Да не бросить, а как я мог представить себе, что что-то другое может быть. Нет, конечно, только это. Играл много, снимался много, и даже инфаркт, полученный мною в 29 лет, был, на мой взгляд, справедливым. Ибо к этому времени, к 29 годам, я, наверное, уже фильмов это к 20 уже было за плечами. Так что все по заслугам. Я инфаркт имею в виду. У меня такой вопрос. Вы когда-то работали в театре «Современник», который провозгласил новую модель театра, в частности, актерское самоуправление. Как вы думаете, нужна ли демократия в театре сейчас? Нет. Она никогда не нужна. Это абсурд. Как бы это сказать помягче? Не хочется никого обидеть. Понимаете, демократия и театр есть две вещи несовместные. В театре должен быть режим авторитарный, абсолютизм, но просвещенный. В этом смысле я в какой-то степени отвечаю этим стандартам, потому что я, кроме школы-студии МХАТ, окончил еще университет марксизма-ленинизма. В самом деле, став директором театра «Современник», и получив в качестве, так сказать, содруга, содруг – это по-чешски товарищ, содруг. Ну вот, в качестве, значит, содруга художественную коллегию, состоявшую из пяти человек, я довольно быстро ее, как бы это сказать, раскусил и закончил ее существование через год. И стал, ну, настойчиво рекомендовать на должность главного режиссера этого театра Галину Борисовну Волчок. В те поры руководство культуры советской, оно реализовывалось людьми непростыми, подчас ущербными. И вот один из этих ущербных, он объяснит Галине Борисовне, что вот все бы хорошо, конечно, вот, может быть, вы и будете главным режиссером театра «Современник», но вот есть один Табаков, который против этого. И, видимо, так сказать, даже как-то преуспел, что-то заранилось в израненную Галкину душу. И много лет спустя я узнал об этом обстоятельстве. Но у меня уже был к этому времени опыт определенный. Однажды на эту художественную коллегию, это было, ну, спустя, скажем, несколько месяцев после того, как Олег Николаевич сел в кресло главного режиссера Московского художественного театра, он появился в «Современнике» довольно неожиданно, я бы сказал, несколько возбужден, излишне, и сказал, вот тут вы сидите все, да? Алло, Олег, уже дал согласие сесть в мое кресло. Будучи обладателем устойчивой психики, я, спросил сразу, откуда информация? я говорю, это не пройдет, давайте. Сели мы с ним, естественно, и с горком, откуда еще, да? сели в машины, у нас тогда машины были. Вот, поехали, и этот горкомовец, так сказать, признался. вот, так что, это все, ну, какая коллегия, что это такое вообще? Как понять? Ну, как актер может руководить чем-то? Он собой-то не всегда руководит. Перечтите письмо Василия Ивановича Качалова Константина Сергеевича Станиславского. Он рассказывает, какое счастье было у него вчера на спектакле, когда он в том рисунке поразительном, который Станиславский ему выстроил, вдруг в какой-то момент отступил от рисунка и понесло его в другую сторону. А потом он вернулся в рисунок. Ну, как же... Нет. Руководить надо ответственно и спрашивая себя всерьез. Так скажу вам. Я человек чистолюбивый. Если бы я думал, что кто-то лучше меня сделает эту работу в Амхате, я бы назвал этого человека. Сдал бы его. Вы думаете, это что? Я вдруг вспомнил такую чепуховую вещь. Современник был на гастролях в Баку, и человек, который руководил одним из бакинских академических театров, он был невелик ростом, климат, как говорится, там, жаркой, он шел среди нас, обмахивается головным убором и рассуждал о профессии. И там, в частности, вы думаете, что? Кормен это так? Аля-баля? Нет? Кормен это не аля-баля? Кормен это. М-м-м-м-м! М-м-м-м! Так что, понимаете ли, знаете ли, занятие это такое. Спасибо. Ваши родители, медики, вероятно, передали вам свои. Да. Насчет моих реанимационных способностей. Вопрос, дескать, вот МХАТ вернулся к жизни. Да, мне кажется, вернулся к жизни. Сейчас, как мне кажется, театру возвращено рабочее, нормальное, так сказать, состояние. И в нем не завершены некоторые работы еще. Как-то вот и сцены сейчас по такому шикарному подарку нашего президента происходит на ней техническое перевооружение. И, в общем, наверное, Бог даст, пройдет еще немножко времени, и в Москве появятся первые сцены, оборудованные технологией 21 века. Также надо еще сформировать труппу окончательно. Также надо бы помочь родиться все-таки еще двум-трем молодым режиссерам. Надо бы, конечно, филиал иметь, потому что 20 октября одновременно в трех городах шли спектакли Московского художественного театра. То есть театр на ходу, я бы так сказал, то, конечно, еще надо много работать. Поскольку, поскольку все-таки лучший из того, что я видел в театре в моей жизни, этот спектакль Владимира Ивановича Немировича Данченко «Три сестры», совершенным театральным произведением для меня является ансамблевый театр. Главным в театре для меня является живой актер, а в его работе главным способность воспроизводить живую жизнь человеческого духа. Это не всегда удается сегодня, и не всем далеко. Насчет имитации у нас развелось прямо, как вот говорят, я тут был где-то, где-то крыс очень много появилось. Что-то изъяли из нашей жизни, из оборота. Ну, например, свалку, где нормальные бедные крысы кормились и жили нормально. Свалку изъяли, убрали, а крысы двинулись добывать себе пропитание. Ну вот, к чему я про крыс? Забыл. Давайте к следующему опросу. Спасибо. Были ли у вас трудности, как у артиста, в связи с перестроечным периодом, поскольку вас за плечами минюст? А, в смысле, это был не минюст, это был университет маркетизма-ленинизма. Вы знаете, никакой у меня сложности не было с этим. Повторяю, у меня социальное происхождение такое, ну, короче говоря, несовершенное со стороны мамы. Так что, понимаете, трещина в моем сознании относительно справедливости бытия жизни, меня окружавшей, случилась где-то до 10 лет. Бабушка Оля рассказала, в частности, о том, что дед Андрей Францевич Пьенковский умер в декабре 19-го года в своей постели, в своей библиотеке, в господском доме, где он жил. Я, будучи мальчиком начитанным, с ужасом стал вспоминать. Это же два года спустя, после Октябрьского переворота, да? Это как же так? Вот те, кого он, можно сказать, эксплуатировал, всячески, да, понимаете, знаете ли, да, они его защищали, кормили, ограждали от бандита Котовского, от Маруси Богуславки, от Скоропадского, от немцев, от большевиков, от белых, от многих. И дальше у меня была довольно долгая жизнь, с очень трудной двойной бухгалтерией. Так что прикидываться начал рано. А если учесть особенность, что ли, моей карьеры, то я прямо меня бросал на все должности. Комсорг, я, профорг, я, парторг, я. Ну, я ловко как-то управлялся с этим балансом. Ну вот, и довольно рано, вы знаете, вот этот вот переходный период, горбачевизм. А последствия, честно говоря, нет, это было даже до последствий. В 1974 году я был вытолкнут за пределы Советского Союза. Надо было, видимо, снизить возрастной ценз театральных режиссеров, ставивших русские произведения за рубежом. Тогда кто ставил? Георгий Александрович Товстоногов, там, Юрий Михайлович Тубанов, Георгий Михайлович Ансимов, там, еще можно, там, кого-то назвать. Ну вот, и меня бросили на острова, на Великобританию. Я должен был ставить ревизора Гоголя. Работодатель Питер Джеймс звонит и говорит, ну что? How are you? You, you. Я говорю, ну, нормально, я вообще, да. Потом вызывают в Министерство культуры и говорят, Олег Павлович, мы нашли вам помощника. Трудная ситуация, вы попадаете. Вам поможет, товарищ. Я звоню Джеймсу, алло, Джеймс, да, тот, тот, тот. У меня тут помощника нашли, такого. Какого помощника? Уже есть переводчик. Это вот невозвращенец из театра Образдова, Борис Исаров. Алло, Министерство культуры? Да, понимаете, какая штука? Вот у работодателя там уже есть. Переводчик. Ну и дальше я опускаю звонки туда и сюда. Значит, помощник едет со мной. Нормальный, милый, славный. Сходим мы на Кенсингтон-Корт-Роуд. И вот тут вот я увидел, как англичане могут быть жестоки. Вот с того момента, как он сошел с этой ступеньки, они перестали его замечать. К концу третьих суток, я стал таким патриотом, каких мало было в Советском Союзе. Ну вот, но судьбе угодно было разрешить этот конфликт, ну, как бы сказать, вполне детективно. Господь их покарал, и помощника, и Борьку Исарова, и они захворали в один день, простудой тяжелой. Ага, не могут говорить ничего. И Моисей Соломонович, эмигрировавший из Одессы в 20-м, а тогда являвшийся финансовым директором этого заведения, пришел ко мне поутру и сказал, Олег, ты должен сегодня репетировать. Я говорю, как, каким образом? Я же не бум-бум, все-таки язык надо знать. Нет, тут я обязан это сделать. Нет, нет, да, потому что тогда будет очень больно. Щеет труд, трудности моей жизни. И заплакал. Представляете, человек под 70 на ваших глазах плачет. Я сказал, все, 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 сегодня не буду, а завтрашнего дня буду. Ну вот. Так вот я попал в мир капитализма, и за три работы, значит, за английскую, за датскую, по-моему, и за финскую, нет, это до Финляндии еще была, Германия, я вполне прошел вот этот вот, ну, как бы сказать, курс обучения и понял, что, оказывается, капитализм так же нехорош, как социализм. Олег Павлович, скажите, пожалуйста, а как вы отреагировали, когда вам Татьяна Ильознова предложила сыграть роль Вальтера Шелленберга? Спокойно. Мне объяснили, что у меня достаточно портретное, что ли, такое, ну, достаточно неплохое сходство, поэтому я отреагировал спокойно. Это для меня была не более, чем роль, по сути дела, и сейчас это для меня не более, чем роль. Так что я как-то так. Знаете, когда Николаю Павловичу Ахлопкову предложили стать заместителем министра культуры, он сказал, а что? Я и королей играл. Хотя вот потом, действительно, это такая была смешная подробность, после того, как телевидение Германской Демократической Республики показало этот сериал, и жители Федеративной Республики Германии смогли его посмотреть, то мне пришла из одного небольшого города такая рождественская открытка. Значит, Санта-Клаус, олени запряжен, ну, в общем, повозочку эту, гномье сидит где-то там сзади у Санта-Клауса, и написано было, это от племянницы Шелленберга было, спасибо вам, что вы были так же добры, как был добр дядя Вальтер. Владимир Павлович, когда к вам пришел первый большой успех на сцене, и что это был за спектакль? Это был спектакль «В поисках радости», это был, по сути дела, первый спектакль театра «Современник», ну, то есть, это первая работа на профессиональной сцене, может быть, от того, что я был довольно субтилен, у меня шея была 37-го размера, поэтому вот роль этого мальчика 14 лет была не слишком сложна, мера легкомыслия моего вполне соотносилась с возможностью рубить с такими трудами приобретенную мебель. Как-то все сошлось. Вот, и самое, конечно, вот я помню, сейчас-то вот при катализме это, как это, фарюган поганый, там, я не знаю, как бы, как бы, скажу, что он делает, что делает, что делает, алло, милиция, да, вот тут рубит мебель, да. А тогда, помню, это было просто правилом, как только я начинал это дело деструктуризировать, прямо овации в зрительном зале. Так и надо, я скажу, вот. Ну, это ментальность наша. Мы уважаем посмотреть на такие дела. Олег Павлович, почему такой молодой и успешный актер стали преподавателем? И как вам удалось открыть столько звезд? Ну, это повезло, наверное. Вы знаете, я вам так скажу. Я еще с детства хотел иметь много детей. Жена моя первая, она была такая очаровательная, маленькая, миниатюрная, и, родив второго, забастовала. Я скажу, нет, все, ресурс выработан, довольствуюсь тем, что есть. Я так думаю, если бы у меня было много детей, я бы, наверное, не стал бы преподавать. Это, наверное, такая, ну, потребность, что ли, продлиться. Я, поверьте, может быть, это так несколько выспарено даже звучит, но вот эти вот строки, нет, весь я не умру. Они мне очень понятны. Женька останется, Вовка останется, Сережка останется, Дуська останется, Маринка останется, Виталька останется. Нет, это великое дело. Алик Павлович, мне очень нравится название вашего театра «Тубакирка». Кто ее придумал? Не я. Мне не нравится. Я называю подвал. Первого марта будет якобы 20 лет этому театру. Ну, такого официального, зарегистрированного, государственного учреждения. Но в ноябре 2008 года, то есть спустя год с небольшим, подвалу будет 30 лет, потому что 30 лет будет со дня, или точнее с вечера, премьера первой пьесы Леша Казанцева с весной «Вернусь к тебе», поставленной Валерием Фокином. городской голова Виктор Васильевич Гришин, тогдашний первый секретарь Горковой партии, сочтя меня вредоносным элементом в сфере театрального образования, а также человеком, который просто разлагает сознание своих учеников, основанный на диалектическом и историческом материализме. И считай меня, так сказать, недостойным того, чтобы, так сказать, вот, стать во главе нарождающегося театра. Ну, дворец стоял 80-й год, никаким капитализмом не пахло. Это колбасные электрички, если вы помните, да? Если доставался банан, то он был чаще всего зелёный, то есть суровый, такой строгой. Понимаете, и подвал, он, по сути дела, защитил, что ли, нас. Мы там жили за этими стенами и жили хорошо. Я им приносил всё. И Солженицына, и Автарханова, и Медведева, и всё. И примерно понимали, кто из нас, так сказать, но, однако же, никогда ничего. Понимаете? Нет, подвал, он, это вообще трагическое такое. вот это вот сословие, это первое студия. Не зря уже померли некоторые из них. Они надорвались. Мы очень много сделали. Понимаете, они были первыми, первенцами. И уж сколько вот в них вложено было, а уже нет Ленки Майоровой, уже нет Игоря Нефёдова, Лёшки Селивёрстова. Мы в общем заслуживали, конечно, лучшего. Если бы не эти отнятые семь лет, с 80-го по 87-й, довольно много, наверное, и качественно иного сделали бы. Мы были на взлёте. Очень смелые были. Вот такого спектакля, который поставили Костя Райкиной, Андрей Дразнин, Маугли, прошло, значит, 22, 28, 28 лет. Ничего такого не видел. Просто нет. Мы однажды играли Маугли в городе Дебрецен. Сыграли. Ну, неловко так говорить, ну, не уходите, всё. А что такое? Что вы сидите-то? Ещё раз. Они как так честно, там человек 100 было, которые не попали. на первый-второй рассчитать, что-то они сделали, и ребята играли второй раз. Это было на самом деле удивительно. Васька Мищенко взбегал по отвесной стене метра на два. Он играл Акеллу. Ну, перед тем, как его снимают с должности. Понимаете, это, в общем, я вообще человек прочный, но когда это случилось, у меня горячка началась. Температура, 40, ну, как травято поболел, поболел недельку, а потом они пришли и сели так вот редком на стульях, как, помните, эта картина-то у поселя умирающего Некрасова. Я смотрю на них, думаю, дурак ты, дурак, сиди, поболеешь ещё, а им жрать нечего, они сидят, так сказать, работать негде. Встал и пошёл. Все были устроены, слава Богу. Ну, вот это вот, конечно. Да. Вы по жизни кажетесь Моцартом, а не Сальери. Каково вам играть эту роль? Вы знаете, вот очень удобно, потому что я довольно много знаю, про эту породу людей, которые называются Сальери. Вот я играю уже 23 года и с печалью и болью констатирую, что процент людей, сидящих в зале, разделяющих точку зрения Сальери, никак не уменьшается. Вот. Это очень, очень, вы знаете, так. Потом он же мучается Сальери. Вроде я тоже человек, дайте мне место под солнцем, да? И люди сидящие, конечно, ты человек, у тебя есть место под солнцем, бы так, а этот гений, ёк, Коломоне, да? Для него всё, понял? Это среди нашего брата распространено. Прямо думаешь, это что ж такое? Я всегда смотрю и думаю, как же тебе живётся-то тяжело. На самом деле, говорим вроде так. Значит, в 68-м году с опозданием почему-то на год давали награды 50-летию советской власти. И репетируем мы, не помню что, и вдруг в дверь просовывается нос директора распорядителя Леонида Щермана. У него нос большой, поэтому он входил постепенно в комнату. И, обращаясь к Олегу Николаевичу, он говорит, в Кремль. «Чего?» «Чего?» «Виталий Николаевич, вроде-то, что ж тут, репетиции же, да?» «Лёлика в Кремль». «Зачем?» «Орден получить надо». Это было... А теперь рассказываю, как это делается. Алла Михайлову, детей в девичестве, Алла Раппапорт, тогда, по-моему, то ли старший консультант, то ли инструктор отдела культуры ЦК партии. Ей поручено там сверстать эту простыню. И она приходит к Михаилу Андреевичу Суслу, там что-то там. Он говорит, А? 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 А молодежь где? Переделать». И вот она вписала там несколько фамилий. И я туда попал. Кстати говоря, это, в общем, такая, с другой стороны, читалось, как дьявольская хитрость. К моменту, когда газеты опубликовали указ, это стоял 68-й год, уже танки были в Праге, а самый большой мой успех театральный, он был в Праге. Я играл там Хлистакова с пражским театром чиногерный клуб, и на самом деле это было, ну, как-то так, наверное, успешно, потому что 24 спектакля за февраль месяц мы сыграли, и правительство дважды туда приходило, и Смарковский, и Дубчик, и Шик, и все прочие. Я играю по-русски, они играют по-чешски, каждому свое, но, значит, после этого продюсер довольно крупный мировой продюсер, составляет турне мировое, но танки по расписанию вошли в Прагу, и, значит, от турне как-то мы отложили. Значит, в это время мои друзья чешские уже бомбят меня письмами, потому что телеграмм говорят, что ж ты сволочь такая, да, друг-друг, а не протестуешь, тут танки, понимаешь, а ты молчишь, а я в это время лежу в Боткинской больнице, у меня опять был рецидив, и я понимаю, что надо, и тут они последний унар наносят, три шапки, которые я им подарил, меховые, роскошные, присылаются назад мне, все, отступать некуда, позади Прага, и пишу телеграмму Леонида Ильичу, Леонид Ильич вынужден протестовать, топ-поп-поп-поп, а феномен, так сказать, действий власти был, оказывается, исторически, ну, как бы, сказать, объясним. Граф Лорис Меликов, премьер при, значит, императоре-освободителе, Александре во втором, такие номера выделывал, если кто-то там, понимаете, знаете ли, как-то протестовует, раз, наградить, не отмойся. И вот, когда, значит, я с болезнью попротестовавший, переполняемой гордостью за собственную смелость, отчаянную, открываю газетку и читаю в ней, наградить орденом знак почёта Табакова Олега Паловича. Кто? Кто у нас протестует? Против чего? Это наш Олег протестует. Во! О, какие дела были, какие умные люди-то были. Как вы относитесь к аксёрским розыгрышам? И сами участвуйте в них? Ну, розыгрыши там, знаете, если остроумно и как-то смешно очень. Женька Евстигнеев, я никогда этого слова не употребляю, но великий актёр России. Он, мы с ним играли в спектакле продолжения легенды, он играл такого батя, ну, как бы сказать, бдящий и патронирующий молодым интеллигентам, приезжающим на сибирские стройки коммунизма, дабы возрасти духом и состояться нравственно и производственно. Значит, вот он в таких галифе с вытянутыми коленками, да, и в кирзовых сапогах, да, встречает меня, а я с чемоданом из Москвы, потому что там у меня любовь не состоялась, в институт не попал, а любимая, юна, она дочь весьма состоятельных, родителей, поэтому не светит, и вот, значит, почему бы не построить ангарскую ГЭС, свободное от любви время. И вот он, значит, жмет руку, говорит, идем, то-ля, то-ся, пятый, ся, проходи, все. И вот, подлец, однажды, в очень трудный для меня момент, там есть такая сцена, на сцене ничего не было, только было из-под пьемаше бугор, покрытый жуткой, прямо вот, проволока колючая травой. Из чего они ее делали, не знаю. Всякий раз, когда я съезжал и возвращался домой, Людмила Ивановна Крылова подозрительно смотрела. Это что ж такое, вроде? Ну вот, значит, с одной стороны, пологий вот этот спуск, на котором ездишь и травмируешь себя, а с другой стороны, резкой, такой, отвесный, прямо вот пропасть какая-то. И я сижу там у этого, надо мной, а на бугор выползает Нинка Дорошина. Нина Дорошина человек поразительного, в общем, дарования, на самом деле. Глаза, как у кошки, да, прям такие вот, огромные, выползает, она любит меня, она простая, рабочая, местная, а любит вот этого интеллигентного мальчика из Москвы. Выползла, а мы с ней, кстати говоря, играли везде любовь там, и в поисках радости, там, 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 и она, конечно, видимо, уже со временем стал путать, потому что в разных песах меня называли по-разному. Где Олег, где Толя, где Фридс Вебер, там, еще как-то, понимаете, слава из пяти вечеров, да, и вот Нинка выползла, а я там страдаю, юно, юно, и я слышу, как она вообще была точна, первая слеза капнула мне на лысину, и она говорит туда, слава, слава, а я понимаю, что многие, уже примерно полпьесы прошло, меня все называли Толя, и дальше эта история никак развиваться не может, кончится катастрофой, пауза, кап, вторая слеза, кап, третья, и она говорит, Толя, ну это начало, это начало, а подлец Женька, у нас был еще спектакль такой, никто или вор в раю, где мы все играли, там была сцена в раю, действительно, где мы изображали святых, ну каких-то там апостолов, некоторых, вот, и для игры в апостолов у нас было такое вот свечение вокруг головы, то есть один обруч, и второй обруч, между двумя этими обручами тюль, а на нем блестки, и вот Женюрка, гад, надевает эту вот штуку на себя, и в кулису становится, с этими волдырями на коленях, в галифе, я опять заныл свое, юно, юно, он говорит, юлик, а здесь такая штука, юлик, и я юно, это конец света, если такой, я же фронтально в зал, да, он в облец кулисе, но я тоже не остался в долгу, на следующий спектакль, чемодан в левой руке, а правой ручонкой загреб вазелинчику, примерно полкило, и иду, он мне руку говорит, Толя, здравствуй, я говорю, здравствуй, батя, я говорю, батя, скажите, пожалуйста, честно, сохранилось ли у вас что-нибудь от романтика и скримаса, отождествлять можно вас и образ? Ну, во-первых, отождествлять никогда не стоит, это неверно, я ведь не больной и не произвожу впечатлений душевно больного, наоборот, вроде как-то стараюсь по возможности снижать пафос собственных высказываний, это первое, а во-вторых, сохранилось или нет, душа живая, наверное, и скримас сейчас, наверное, бы руководил МХАТом, потому что беда была в театре, он совсем-совсем в трудном положении был, и с присущим ему легкомыслием, я имею в виду, и скримасу, он, наверное, пошел бы руководить, а потом убрал бы слово академический с афиши, а потом позлал бы талантливых людей, делал спектакли, есть упоение в бою, понимаете, без риска неправда, что чего-то можно ворлить, подняться, без риска, без того, чтобы... Вот. Это все, наверное, вот оттуда. А так ничего во мне от эскримас нет. Я руковожу просто двумя театрами в Москве. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо! Вы были очень добры! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ